Шиняя и Верещагина. Начало теории множеств. Но давайте еще одну задачку, ну как бы разберем просто, чтобы было понимание, как с этим работать руками, своими собственными руками. Вот, например, пятая задача. Какие из равенств верны для любых множеств? А, B или C? Ну, вот давайте пункт А. Пункт А. Вот у нас есть А, А, Б и С, да? А. Так, пересечение с Б, и мы это все объединяем с С. Вот. И это то же самое, что мы объединили с С, А, и пересекли вот это. То есть это дистрибутивность в одну сторону. Ну, вообще, вот эти операции с множествами, они прикольны тем, что дистрибутивность верна в обе стороны. Это такая очень редкая ситуация, странная. В обычных числах С на А плюс Б равно СА плюс СБ. Но неверно, что С плюс АБ равно С плюс А умножить на С плюс Б. А в данном случае как бы верно, если вот эти буковки обозначают множество. Вот. Ну, давайте это будем доказывать. Вначале давайте нарисуем это, а потом как бы поймем, как это формально провести. Ну, вот множество А там А, множество Б, как-то с ним пересекается, возможно, да. И в самом общем случае С будет, как бы, так сказать, пересекаться со всеми четырьмя возможностями, которые здесь есть. То есть пересекать то А, которое без Б, то Б, которое без А, то А, которое вместе с Б, то есть вот это пересечение, и еще какая-то часть вообще не попадает ни в одно, ни в другое. То есть следующее множество порождает уже деление на 8 частей всего пространства наших элементов. Ну, и теперь посмотрим, что здесь А пересечения с Б. А пересечения с Б это вот это. А если еще и объединить с С, то нужно будет взять все С. Ну, и получится вот такой вот красный помидор с отростком. Вот, теперь давайте посмотрим на следующее, на пересечения множеств, в которых А объединяется с С. Если А объединится с С, то это вот я ввожу желтым. Опа! И зеленым я введу Б, объединенное с С. Ну да, видно, что, конечно, их пересечения, это как раз тот самый помидор с отростком или граната, да, с чекой. Вот, то есть ровно то, что написано. Но это же не доказательство, правда? Значит, доказательство. Ну, это долго и нудно, но давайте просто один раз это проделаем. Я буду доказывать, что любой элемент этого множества принадлежит этому, и наоборот. Любой элемент этого множества принадлежит этому. Первое. Пусть Х принадлежит А, пересеченное с Б, и все это объединено с С. Тогда верно одно из двух. Либо Х здесь, либо Х здесь. Потому что это объединение, оно состоит из Х, которые хотя бы в одном содержатся. Значит, либо Х принадлежит А, пересеченное с Б, либо Х принадлежит С. Прекрасно. Значит, в первом случае Х принадлежит А, и Х принадлежит Б. Ну, потому что пересечение это когда и тому, и другому. Вот. Ну, если так, то соответственно, Х принадлежит А объединение с С, и Х принадлежит Б объединение с С. Потому что А объединение с С это больше множества, чем А. Если Х принадлежит А, то и этому тоже принадлежит. Ну, и все. Раз принадлежит обоим, то Х принадлежит и пересечению этих обоих. Вот. Отлично. Если же Х принадлежит С, то тоже Х принадлежит и этому, и этому. Ну, сразу тоже видно, что мы расширяем. Вот. А значит, принадлежит тоже этому пересечению. То тоже. Все. В одну сторону есть. То есть это означает, что А, пересеченное с В, объединенное с С, лежит внутри А, объединенного с С, пересеченного с В, объединенным с С. Назад теперь. Пусть теперь какой-то Y принадлежит правой части, вот такой. Тогда этот Y, это означает обоим принадлежит, то есть он и в А, объединенно с С, и в В, объединенно с С тоже. Если Y принадлежит С, то есть, ну, либо Y принадлежит С, либо Y не принадлежит С. Тут уж куда не денешься, да, это, так сказать, никуда не денешься от этой дилеммы. Значит, если Y принадлежит С, вот, то есть один из вариантов, если такая ситуация есть, да, ну, один из вариантов, что Y принадлежит С, вот, но тогда, естественно, он принадлежит и А, пересечения с В, объединенное с С, потому что я к С что-то добавил, вот, то есть левой части принадлежит уже, то есть если он в С, то все, он уже принадлежит левой части. Если же наш Y не принадлежит С, то, смотрите, тогда возникает другая ситуация. И он должен принадлежать обоим вот этим множествам, а он не принадлежит второй половине обоих множеств. Ну, тогда он должен принадлежать и А и Б. Ну, как бы, как только он не принадлежит А, например, не принадлежат С и не принадлежат А, он уже здесь не принадлежит. Но, значит, соответственно, если он не принадлежит A, то должен принадлежать C Также здесь, ой, не принадлежит C, должен A Значит, тут то же самое, если принадлежит этому, но не принадлежит C, значит, обязан лежать B Но, лежа в обоих, он лежит в их пересечении И тогда лежит в объединении этого пересечения с чем-то еще Вот и все То есть, соответственно, в другую сторону тоже верно То есть, правая часть лежит в левой Ну, а раз одно множество является подножством другого, а другое – подножством первого То они равны между собой, потому что все элементы в них одинаковые Вот мы доказали